МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И основатель Фейсбук Марк Фукерберг объединили усилия по поиску жизни в других уголках Вселенной. Начинаем с аналитического обзора новостей и событий из студии в Праге. Слово Сергею Дорофееву. Сергей, пожалуйста. Да, Игорь, события дня в настоящем времени. Здравствуйте. Когда в Украине появится новый премьер? Сначала этот вопрос вызывал у украинцев интерес, потом безразличие, и сейчас, похоже, вызывают улыбку. Драма с поиском того, кто заменит Арсения Яценюка, похоже, становится многоактовой, и зритель вот-вот начнет покидать зал. На фоне этой усталости фракции блока Петра Порошенко и Народного фронта на вакадный пост обещают сегодня вечером подать кандидатуру спикера парламента Владимира Гройсмана. Петр Порошенко не позже завтрашнего утра должен вернуть предложение Верховную Раду, после чего ждем ключевого голосования. Если с кандидатурой не определяться, президент пообещал парламентские перевыборы. Кто этого наверняка хочет, так это стороны, прямо не вовлеченные в процесс дискуссии. Бытьевщина Юлии Тимошенко, самопомощь Андрея Садового и оппозиционный блок, преемники партии регионов беглого Виктора Януковича. Что ж касается старого спора между президентом Порошенко и де-факто экс-премьером Яценюком, то здесь выигрывает последний. Он сумел заставить президента и вообще весь политикум играть по своим правилам. Уверена главный редактор здания «Левый берег» и журналист Соня Кошкина. Только мне известно, он категорически отказался занимать какую-либо должность, хотя окружение настаивало на этом. И не ради должности, а ради предоставления условных гарантий от уголовных преследований. Рейсинг недоверия Арсения Ценюка составлял, и пока еще составляет, около 70%. Но мы говорим сейчас не про личное Арсения Петровича, а про институт премьерства. Так вот, если мы будем говорить про институт президентства, там рейтинг недоверия не намного ниже. Там, по-моему, 68 или 66. То есть буквально погрешность несколько процентов. Так вот, сейчас яценюк уйдет, рейтинг недоверия у Кабмина останется. У самого яценюка он, условно, тоже будет, но явно не 70%. И ему в этой ситуации очень крупно повезло. Но очевидно, что он сейчас, если не станет набирать очки, то он их точно не потеряет. Владимир Гройсман проявляет самостоятельность. По крайней мере, так можно подумать после его ультиматума. Не будет моих людей в новом Кабмине, не будет меня в кресле премьера. Гройсмана многие считают человеком Порошенко, поэтому если его переход в правительство состоится, это, понятно, может не понравиться западным партнерам Киева. Не будет баланса сил во власти. Эта самостоятельность Гройсмана, она показная или настоящая? Об этом мы спросили политолога Костя Мондаренко. Вчера уже переговоры шли не в формате Народный фронт Блок Петра Порошенко, а в формате Гройсман Порошенко. То есть это был тоже важный знаковый вопрос. И я думаю, что Порошенко только сейчас осознал, что даже Гройсман, если станет он премьер-министром, он будет крайне неудобным премьер-министром для него лично. Гройсман будет, фактически, зная очень хорошо аппаратную работу, зная очень хорошо разные моменты, связанные с законодательством, зная очень хорошо психологию Порошенко и его окружения, и их интересы, он будет играть в свою игру, фактически в которой у Порошенко будет все меньше и меньше шансов бить в выигрышах. Ну а что сам Владимир Гройсман? Он записал видеообращение, в котором пообещал нещадно бороться с коррупцией. Мы проводили много консультаций с лидерами Политсил, с президентом стороны о формировании нового правительства, новой коалиции. Считаю, что сегодня уже есть согласованный формат, который, возможно, должен получить поддержку действующей коалиции фракций. Новое правительство должно стабилизировать ситуацию в стране, должно продолжить качественное проведение реформ. Хочу подчеркнуть, что это правительство, если оно будет сформировано, не будет воспринимать абсолютно никакой коррупции. Это принципиальный вопрос, в котором я четко расставляю акценты. До мобилизации ему оставались всего сутки. Дмитрий Годенко уже представлял родных и готовился к встрече с ними. Все изменил один минометный обстрел. Буквально за день до гибели Дмитрий рассказывал нашим корреспондентам, как обстоят дела на линии фронта. А незадолго до этого показывал своему сыну, корреспонденту украинского телеканала, ситуацию на передовой. Последние дни часы человека, чья персональная судьба слилась в единую. Тех тысяч, кто домой не приехал. Кого привезли. Это похороны военнослужащего украинской армии Дмитрия Годзенко. Он погиб всего за день до увольнения в запас. Его сын Алексей – военный корреспондент украинского телеканала «24». В последний раз он видел отца 16 марта, в свой день рождения. Мы только что залезли в блиндаж. В 30 метрах разорвалась 120-миллиметровая мина. Правдами и неправдами я уговорил отца отвезти нас с оператором на хулигана. Хулиган – это название одной из активных позиций на передовой. Две недели спустя мы встретились с Дмитрием Годзенко. Он занимал позицию в поселке Зайцево, подвергавшуюся регулярным минометным обстрелам. Это маленькие. Это, по сути, почему стреляется двумя калибрами всегда. Одно уничтожает технику, люди начинают пытаться вынести, и тогда уже можно добивать восьмидесяточками. Мы их выпустили. Вот эта рыжая кошка – это одна из них. И самое смешное, мы все ждали, я еще думаю, придут хозяева, я им просто кадык перегрызу. Думаю, ну как можно животных оставлять в хате? Ну как? Ну что это за такое гадость? Вот это уже пролетала 150-ка величина. При моих двух метрах. На следующий день после этого интервью Дмитрий Годзенко погиб в результате такого обстрела. Самое ужасное в этой истории, что часто говорят, что оставалось три или два дня до демобилизации. Ему оставался всего один день. Они должны были вернуться на следующий день, и он это знал. В голове не укладывается, как это случилось, всего один день. Годзенко был похоронен в Киеве 3 апреля. Он всего лишь один из 9100 погибших за два года военного конфликта в Украине. Рекордное количество обстрелов на Донбассе. В украинской армии сообщают о 87 случаях нарушения перемирия за сутки. 8 военнослужащих ранены. Бои за промзону Авдеевки продолжаются с конца марта. Идут почти круглосуточные. Сейчас город под контролем украинской армии. Ее позиции обстреливаются из крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями. Хату, в которой они жили, прямым попаданием, практически уничтожено. Пришлось подвал переезжать. Позиция вся сгорела. Видите, трава вся сгоревшая. Но я думаю, что вычисляли долго. Первое попадание было вот. Видите, вот вороночка. Вот воронка 120-й. А потом сразу в крышу. Военные говорят, в последнее время боевики так называемых ДНР, ЛНР подходят максимально близко к позициям Вооруженных сил Украины. Во всей зеленке сейчас заросли. Густые. В тепловизор буквально ничего не видно. Подходят сюда даже на 50 метров. Могут прийти, пострелять и уйти. Или вызвать огонь на себя. Мы по одному стреляем, а второй спокойно передвигается. И теперь о том, как живут на мирной территории. Сегодня мы расскажем о недоступном жилье. С наступлением очередного кризиса многие тысячи молодых семей в Украине столкнулись с просто нерешаемой задачей. Как заработать на собственные квадратные метры. Зарплата замерла, а цены подскочили. Банки с ипотечного рынка ушли. Так называемых долгих денег у них нет. Да и девальвация гривны их пугает. Госпрограммы, призванные помочь молодежи обзавестись квартирой, практически не работают, не финансируются. На что надеется украинцам в жилищном вопросе, разбирала Сульяна Кондрашова. Харьковчанин Андрей создал семью меньше года назад. А в начале весны они с женой отметили маленькое новоселье. Родительскую квартиру мы получили по наследству. Мы ее приватизировали и продали. Получилась эта сумма, которую мы добавили еще там тысяч 7-8 долларов, потому что сразу сумму такую где-то взять, это было нереально. И купили вот эту 30-ти квадратную. Все свои сбережения, которые Андрей копил годами, пошли на ремонт и покупку мебели для квартиры. Теперь у Андрея новая задача – накопить денег на жилье чуть больше, чтобы можно было и о детях задуматься. Но миссия пока невыполнима. Где-то 100 долларов в месяц. То есть это реальная сумма, которую мы можем отложить на ежемесячные платежи. Но этого мало, это надо сумму в 4 раза больше. Таких денег нет. Рынок украинской недвижимости сейчас находится фактически на дне, говорят эксперты. Все предложения в разы превышают спрос. В среднем квадратный метр в стране существенно подешевел. Это в долларах. В переводе на родные для украинцев гривны цены или остались на том же уровне, или выросли. Те, кто имеет долларовые запасы, стараются вложить их в жилье класса эконом. Остальные мечты о собственном жилье просто отложили в долгий ящик. К сожалению, молодые семьи, я не вижу у них вообще перспектив приобрести недвижимость. Никаких. Я не вижу перспектив получать такую заработную плату, чтобы хотя бы в ипотеку, если она появится, они могли выплачивать. Поэтому пока у нас покупатель на рынке – это тот, который что-то продал, или тот, у которого есть сбережения финансов. Расшевелить руинок украинской недвижимости частично могли бы ипотечные кредиты. Но такой продукт с рынка банковских услуг за последние годы просто исчез. Чистые ипотеки, к которым мы привыкли, когда ты приходишь в банк и говоришь, что вот у меня есть квартира, я хочу взять ипотеку на 10, 15 или 20 лет. Такой ипотеки практически сейчас нет. Причины – это запрет валютного кредитования, а гривневых ресурсов в долгосрочных банках на сегодняшний день нет. И не появится, говорит эксперт, без поддержки государства. В Госфонде молодежного жилищного строительства уверяют – над этим уже работают. А пока констатируют – программы льготного кредитирования хоть и есть, но денег на них из бюджета выделяют минимум. Непосредственно в фонде для получения кредита зарегистрировано 11 500 молодых семей. В прошлом году только 258 семей получили льготные кредиты. В этом году финансирование на таком же уровне. С такими темпами финансирования льготный кредит от государства дождаться можно лет через 40. Поэтому семье Андрея, как и многим тысячам других, остается рассчитывать исключительно на свои силы. Ульяна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Кибератаки и пропаганда приходят на смену пушкам и танкам. Министерство юстиции Латвии и спецслужбы страны предлагают внести поправки в уголовное законодательство. Они касаются усиления контроля за разглашение информации, призыва антигосударственного характера, всего того, что может быть направлено против суверенитета Латвии. Возможная агрессия России уже давно одна из главных тем балтийских СМИ. Масло в огонь подлила и вчерашняя кибератака, нарушившая интернет-трансляцию встречи руководства Литвы из делегации крымских татар. На медне уже в Риге суд приговорил Максима Коптилова к полугоду заключения за выложенную в интернет петицию с призывом о присоединении Латвии к России. Подробнее Анна Трудолюбова. Адвокаты назвали обвинения неубедительными, а решение суда слишком суровым и позором для Латвии, так как ограничивают свободу слова. Мягко говоря, мы просто бросаемся в объятия товарища Сталина. Это ужасно, это плохо. Это просто шизофрения в головах отдельно взятых политиков. Перед латвийским обществом стал непростой вопрос. Как обеспечить безопасность стране, но при этом не нанести ущерб демократическим свободам? Нужно очень аккуратно думать, когда формулируешь такие изменения в уголовном законе, чтобы не произошло ограничение вполне легитимной политической деятельности, в том числе свободы слова. Дело в том, что политическая деятельность направлена на изменения Конституции, это не обязательно деятельность прежеских спецслужб. Несмотря на то, что с 2004 года Латвия член НАТО, многие считают, что непосредственное соседство с Россией делает страну более уязвимой. По данным опроса Гэллопа, 42% латвийцев видят в восточном соседе угрозу. На все страны распространяются одни и те же гарантии безопасности. На все страны распространяется пятый параграф. Сила НАТО в том, что эти гарантии распространяются абсолютно одинаково. Поэтому я не думаю, что безопасность Латвии или Эстонии заметно отличалась бы от безопасности, скажем, Польши или Болгарии. Латвийская армия отказалась от предложения вернуть обязательный призыв на военную службу. Там уверены, что небольшой, но профессиональной армии стране достаточно. Студенты этому только рады и предлагают иное решение укрепления национальной безопасности. Мы поддерживаем идею интеграции тем, связанных с военным делом, в существующие учебные программы, например, информационные технологии, компьютерные науки, а также в специфические курсы, связанные с кибербезопасностью, медициной, юриспруденцией и другими областями знаний. Поправки в Уголовный кодекс признаны слишком радикальными. К их обсуждению 7 вернется в конце апреля. Но уже сейчас Латвия продолжает искать баланс между обеспечением безопасности и сохранением гражданских демократических свобод своих жителей. Анна Трудолюбова, Настоящее время, Рига. И вновь эфир из Вашингтона. В Женеве сегодня открылся новый раунд мирных переговоров по Сирии. Сообщается, что встречи пройдут в непрямом формате. Спецпослание генерального секретаря ООН по Сирии Стефан Демистура будет по очереди встречаться с делегациями сирийского правительства и различных групп оппозиции. Между тем, в самой Сирии сегодня проходят парламентские выборы. На 250 мест в парламенте страны претендуют несколько тысяч кандидатов. Однако ни США, ни другие члены западного сообщества не собираются признавать результаты выборов легитимными, так как они проводятся исключительно на территориях, подконтрольных президенту Башару Асаду и без участия международных наблюдателей. Тем временем американское издание Wall Street Journal пишет о деталях так называемого «плана Б» Соединенных Штатов в Сирии на случай срыва мирных переговоров. Согласно сообщениям, ЦРУ и его партнеры на Ближнем Востоке разработали план по усилению умеренной оппозиции в Сирии более серьезным вооружением, которое позволит им наносить удары по сирийским воздушным судам и артиллерийским позициям. Между тем, исполнительный совет ЮНЕСКО единогласно одобрил проект резолюции, касающийся обеспечения охраны и сохранения сирийского города Пальмиры. С авторами документа выступили почти 40 стран. Пальмира – один из шести объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. В конце марта город был освобожден от боевиков ИГИЛ. Известный музыкант и активист, солист группы U2 Боно выступил во вторник на Капитолийском холме в Вашингтоне на тему противостояния группировки «Исламское государство» и важности предоставления гуманитарной помощи всем нуждающимся странам. Для борьбы с ИГИЛ он предложил использовать юмористов. Солист группы U2, которая занимает активную политическую позицию по ряду вопросов «От экологии до войн», выступил перед Комитетом Американского Сената в ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и кризиса с беженцами. Главный вывод, который я хотел бы, чтобы вы вынесли из этого выступления, это то, что в 2016 году гуманитарная помощь – это вопрос не благотворительности, а национальной безопасности. Певец обратился к конгрессменам с просьбой предоставить больше денег на нужды беженцев из зон конфликта на Ближнем Востоке и в Африке. Если пламя начнет полыхать на Ближнем Востоке, его не удержит никакой пограничный контроль. Если Африка потерпит неудачу, Европа не сможет преуспеть. Для борьбы с исламским государством Бонна предложил использовать стратегическое оружие – комиков, таких как скандальный Саша Варон Коэн, Эми Шумер и Крис Рокк. Не смейтесь. Мне кажется, нужно задействовать комиков. Потому что, если посмотреть на национальный социализм и ДАЕШ, и ГИЛ – это одно и то же. Мы уже видели подобные трюки. Они очень тщеславные. По сути, это шоу-бизнес. Первыми, кого Адольф Гитлер выкинул из Германии, были дадаисты и сюрреалисты. То есть, когда вы говорите на языке насилия, вы говорите на языке исламистов. Но если вы смеетесь над ними, когда они, важно, вышагивают по улице, это лишает их силы. Лицемерный назвал иммиграционную политику Евросоюза известный европейский эксперт Клаус Баде, добавив, что Европа ведет войну с мигрантами. В первую очередь, Баде критикует власти Германии. По его мнению, официальный Берлин ошибочно и цинично превращает в глазах публики крупнейший гуманитарный кризис в вопрос о безопасности континента и с борьбе с угрозами, исходящими от Ближнего Востока. В то же время, другие политологи обращают внимание на то, что от решения миграционного кризиса может зависеть само будущее Евросоюза. Продолжение темы. Материалия Вадима Оленьчева. В Европе все громче слышны голоса экспертов, критикующих власти ЕС и отдельных стран, его субъектов, за то, что они играют в политические игры. Имеется в виду новый договор, согласно которому тысячи ближневосточных мигрантов отсылаются обратно в страны прибытия, в первую очередь Грецию и Турцию. Получается, говорят критики, что цель западноевропейских держав удалить побольше переселенцев за пределы Шенгенской зоны, а там хоть трава не расти. У нас есть надежда, есть вера в Аллаха и больше ничего. Похоже, что у Европы достаточно своих проблем, и нас они не считают за людей. Здесь 50 тысяч беженцев. Почему Европа не обращает на них внимания? Где же их гуманистические принципы? Или это потому, что мы арабы, а не европейцы? В таких государствах, как Германия, право любого человека на получение статуса беженца гарантировано Конституцией страны. На деле же, отмечают эксперты, Германия потеряла моральное право быть одной из ведущих стран в европейской политике. Неуклюжесть действий германского руководства объясняется не только притоком беженцев, но и растущим недовольством собственных граждан по поводу состояния экономики страны. На этой неделе в Германии прошли демонстрации протеста с участием десятков тысяч рабочих в металлургической промышленности. Они встревожены падением национального производства и сокращением рабочих мест в связи с засильем дешевого импорта из Индии и Китая. То же самое происходит на предприятиях Великобритании и других стран. Часть народного недовольства выплескивается и на прибывающих из Ближнего Востока мигрантов, причем как в Западной, так и в Восточной Европе. Лидеры Польши и Чешской республики совместно отвергли на днях предложение Комиссии Евросоюза создать единую систему предоставления политического увежища. Программа, которую пытается выдвинуть Еврокомиссия, никуда не годится. Она не только не решает, а лишь усугубляет проблемы с мигрантами. Вот почему мы твердо призываем к следующим шагам. Оказывать гуманитарную помощь, решать проблемы за пределами границ Евросоюза, сотрудничать в вопросах охраны границ и решать проблему, начиная с ее исконных причин. На сегодняшний день многие официальные лица и эксперты полагают, что неспособность европейцев справиться с потоком вынужденных переселенцев может означать дальнейший развал всего Евросоюза. Среди них финансист-миллиардер Джордж Сорос. Он призвал лидеров ЕС немедленно договориться о выделении крупных ассигнований на то, чтобы кризис с мигрантами не превратился в затяжную и неразрешимую болезнь всего континента. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И сегодня в Госдепартаменте США пройдет презентация доклада о состоянии прав человека во всех странах мира. В мероприятии будут участвовать госсекретарь США Джон Керри и его помощник по вопросам демократии и прав человека Том Малиновский. Нью-Йорк готовится к праймерис, первичным выборам, которые состоятся в следующий вторник, 19 апреля. Выборы в этом штате имеют важное значение. Их результат может практически определить двух кандидатов, демократа и республиканца, которые на финишной праймой схлестнутся в борьбе за пост президента США. Наш корреспондент Виктория Купченецкая следит за кандидатами от обеих партий. Сегодня она более пристально вгляделась в республиканцев. В этом предвыборном сезоне русскоязычный Брайтон-Бич – край Дональда Трампа. Большинство опрошенных нами здесь избирателей собирается голосовать за этого миллиардера, предпринимателя и строительного магната. Почему он за Трампа? Почему? Ну, он, во-первых, по сравнению с предыдущим, если с Обамой, он что-то будет новое, он понимает в экономике. За Трампа. Почему? Нравится? Трампа. Почему? Потому что он деловой человек. А если он говорит то, что думает, это правильно. Мне он нравится своей правдивостью, своей такой непредвзятостью, независимостью. Мне он нравится. А вам не кажется, что он такой грубый, грубоватый? Грубоватый, грубоватый. Но, вы знаете, иногда это нужно. Нельзя быть все время очень мягким. Трамп вообще любимчик республиканцев в штате Нью-Йорк. Здесь он лидирует в гонке за партийную номинацию. Он обещает решить проблемы, с которыми, как он считает, либерализм, политическая корректность и бюрократия не дают Америке разобраться. Он обещает построить стену и отделиться от Мексики, от нелегальных иммигрантов. Укрепить мощь вооруженных сил США и уничтожить ИГИЛ. Сократить финансирование федерального правительства. Лозунги его избирательной кампании импонируют тем, кому надоел статус-кво. И этот парень стоит там, на меня смотрит и говорит о нью-йоркских ценностях, с презрением в лице, с ненавистью к Нью-Йорку. Так что, ребята, забудьте про него. Этот Трамп так прошелся по Теду Крузу. Трамп с гордостью называет себя нью-йоркцем. А его оппонент Круз неизбежно чувствует себя здесь аутсайдером. Консервативный сенатор и евангелист из Техаса и с другой социальной культурой. Некоторым в Нью-Йорке он кажется слишком пресным, невыразительным. Однако в религиозной еврейской общине в Бруклине Круз чувствовал себя вполне комфортно. Скоро еврейская Пасха, Пасовер, праздник исхода евреев из египетского рабства. И Круз посетил здесь небольшую фабрику по производству мацы. Он передал мацу пекарю, пекарь отправил ее в печь. Он откусил мацу, ему очень понравилось. Для этой общины Израиль – земля обетованная. В израильско-палестинском конфликте Тед Круз сделал выбор на чьей стороне. Я поддерживаю Круза, потому что он за семейные и моральные ценности, за семейную ячейку. Я ему благодарен за то, что он поддерживает евреев. Выражал им свою поддержку после терактов в Иерусалиме и в Тель-Авиве. Третий и последний республиканский кандидат Джон Кейсик. Начал свою кампанию в Нью-Йорке раньше Трампа и Круза. По стране Кейсик на третьем и последнем месте и серьезно отстает от Круза. Но в Нью-Йорке на праймерис он может его и опередить. Имидж Кейсика – умеренный консерватор из рабочей семьи, который понимает рабочий класс и эмигрантов. Чтобы получить номинацию своей партии, кандидат-республиканец должен набрать 1237 делегатов. Борьба острая, и этого может не произойти. И тогда исход республиканского съезда и финального этапа президентской гонки будет совершенно непредсказуем. Виктория Купченецкая и Сергей Гусев специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Между тем спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан категорически отказался от участия в борьбе за выдвижение президента от республиканской партии. Он решительно отверг распространявшиеся на протяжении последних недель слухи о том, что на национальном партийном съезде он может быть номинирован в качестве кандидата. Ровесник пилотируемой космонавтики, миллиардер Юрий Мильнер, названный так, кстати, в честь Юрия Гагарина, по-особому отметил юбилей покорения космоса. 12 апреля вместе с легендарным физиком Стивеном Хокингом и основателем Фейсбука Марком Цукербергом он дал старт амбициозной программе, призванной установить, есть ли жизнь в других уголках Вселенной. По сути, нам объявили, что космические карты уже заправлены в планшеты и до Альфа Центавра можно добраться всего за каких-то 20 лет. Правда, полетят туда не караваны ракет, а рой нанороботов величиной с почтовую марку. Прототип Юрий Мильнер продемонстрировал на пресс-конференции в Нью-Йорке. Это звездный чип, пластинка весом около грамма, в который встроены камеры, фотонные двигатели, источник питания, навигационное и коммуникационное оборудование. По словам Мильнера, такой чип будет стоить не дороже айфона. Вместе со световым парусом из него получится то, что изобретатели называют «нанокораблем». Сотни таких крошечных космических кораблей будут бороздить просторы Вселенной, подталкиваемые пучком мощных лазерных лучей и двигаясь с гораздо более высокой скоростью, чем нынешние аппараты. На первоначальном этапе Мильнер готов потратить на проект 100 миллионов долларов. На заре космической эры генсек Хрущев обещал, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Сегодня космолог Хокинг обещает, что следующее поколение человечества сможет преодолеть расстояние между Землей и системой Альфа Центавра. Нас отличает то, что мы выходим за рамки ограничений. Гравитация притягивает нас к Земле, но я только что прилетел в Америку. Американский ученый Фриман Дайсон говорит, что, возможно, нам и не нужно путешествовать так далеко. Пространство между Землей и Альфа Центавра не пустое. Это не вакуум, который нужно перелететь, чтобы добраться до чего-то интересного на другой стороне. Наоборот, между ними есть тысячи объектов. Дайсон предполагает, что жизнь, скорее всего, будет обнаружена на астероиде или другом малом галактическом объекте, чем на планете. Предприниматели рассчитывают, что реализация проекта может начаться примерно через 20 лет. Но затем потребуется еще четыре года, чтобы передать информацию с Альфа Центавра на Землю. Наша цель — привлечь к этому людей со всего мира, особенно молодых людей, которые будут жить на планете, когда мы доберемся туда. Человеку, который родится в этом году, вероятно, будет за 50, когда это произойдет. Если, конечно, новые технологические прорывы не ускорят этот процесс. Продолжая тему путешествий, объеперелеты, как правило, доставляют нам массу хлопот и становятся источником стресса. Так вот, бороться с этим стрессом в некоторых аэропортах США теперь будут помогать собаки. Подробности в следующем сюжете. Всем пассажирам, взрослым и маленьким, пришедшим в эту комнату аэропорта Далласа под Вашингтоном, нужна передышка. Четвероногие сотрудники организации под названием People Animals Love готовы подбодрить любого уставшего пассажира. У нас было тяжелое утро. Наш рейс откладывали и откладывали. Вот уже 6 часов. Так что это небольшой перерыв в полосине везения. Переезды — это сплошной стресс и усталость. И возможность прийти сюда и пообщаться с собакой помогает немного расслабиться. Собаки помогают и сотрудникам авиалинии. Это настоящая терапия и может здорово оживить Ваш день. Иногда собак специально приводят в комнаты для экипажей, пообщаться с пилотами. У меня был сильный стресс, пока не появились собаки. Это точно разницу я почувствовал. Волонтеры, которые приводят своих питомцев в аэропорт, надеются, что помогают людям в самых разных ситуациях. Однажды я познакомилась с пассажиркой, которая рассказала мне, что у нее была собака такой же породы, как и моя — лабрадуда. Но она умерла. Девушка расплакалась, а потом начала вспоминать, как сильно она любила свою собаку. И мне кажется, ей стало легче. Если вы чувствуете себя некомфортно перед долгим полетом, дружба и тепло собак помогут вам успокоиться и расслабиться. Он говорит, что нет. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я Игорь Тихоненко и команда Настоящего Времени в Вашингтоне благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Сергей, всего доброго. Мы благодарим Вашингтона, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!